добрый день уважаемые подписчики и гости нашего канала энциклопедия ведьмы сегодня я хотела бы рассказать о варенье из бузины черный потому что красная она ядовита с красной я не работаю не делала никогда ничего не советую и быть осторожны вообще с бузиной для варенья я советую ягоды бузины протирать через сито если кто-то не знаком с ягодами и вообще потому что бузину я использую каждый год я человек привыкший но семена содержат именно вот эту яд который нежелательно употреблять конечно пищу но варенье она варится вы можете протирать через сито и семена выбрасывать можете не протирать в этом случае не буду протирать именно вам понадобится весы также примерно здесь у меня килограмм с половиной ягод рецепта очень много обычно берется один к одному 1 килограмм бузины ягод и 1 килограмм сахара я возьму меньше потому что здесь полтора килограмма и возьму килограмм сахара на все про все бузину нужно отделить от веточек вот они все веточки бузины зеленые ягоды не добавляются они остаются здесь вот на веточках попадаются зеленые ягоды потому что не употребляются зеленые ягоды потому что недозревшие это раз во вторых они очень ядовитые бузина ягоды это ценный продукт который я бы посоветовал закатавливать каждый год каждой хозяйке в доме потому что используя сироп и все продукты из бузины а также и из соцветия бузины видео на нашем канале много поищите поинтересуйтесь а также другими авторами конечно и ягоды бузины ценны тем что они обладают множественными качествами особенно зимой и осенью и зимой в принципе даже птицы которые перед перелетом они летят на юг клюют ягоды бузины для того чтобы набраться сил очистить организм и вот бузина дает птицам силы для перелета то есть энергию и усиливает иммунитет бузина обладает патагон жаропонижающим средством особенно хорошо при ревматизме при артритах при подагре также бузина способствует омоложению крови лечить желудочно-кишечный тракт используется при раковых опухолях как побочный скажем так лекарственное сырье народные из народной медицины очень много качеств единственное что ягоды бузины не рекомендуется употреблять людям у которых есть диагноз крон болезни крона болезни крона это как-то сбой в кишечнике и люди страдают поносы поэтому ни в коем случае потому что бузина имеет слабительный эффект веточки бузины я не выбрасываю вот эти веточки бузины их оставила я их заморожен почему потому что если у вас очень сильно зимой болят суставы то веточки бузины можно запарить кипятком на 5-10 минут не как отвар а просто немного залить кипятком чтобы не распарились и это все ложится на тряпку хлопчатобумажную или какая у вас есть под рукой обкладываются обертываются суставы заматывается это все хорошо в полиэтиленом и сверху кладется какой-то шаль очень хорошо помогает при воспалении суставах поэтому я их даже иногда добавляю в чай но вам не рекомендую потому что они собственно говоря редко употребляется вовнутрь потому что вот эти красные ветки бузины они содержат тот же самый яд что и семена бузины и так рецепт варенье очень простой варенье я добавляю еще не очищенный корень имбиря потому что это усилит эффект этого варенья бузины нельзя кушать много тоже потому что это именно сладкое лекарство это не то что нужно съесть примерно полбанки за раз не советую потому что потом будете бегать в туалет не остановитесь если у кого-то особенно слабый кишечник то лучше эксперименты такие делать не надо бузина варенье берется как лекарство по 4 чайные ложечки этого достаточно для удобства можете использовать блендер если нету блендера под рукой то нужно взять для толчонку и толчонка измельчить ягоды если у кого-то нет блендера это все идет в кастрюлю я даже уже поставлю на низкую температуру нагревалась потому что ягоды нужно отварить 15 минут примерно и после того как ягоды 15 минут поварится добавляется сахар и варится еще пять минут после чего закатывается в чистые банки конечно вы можете не закатывать если вы чуть чуть сделаете то обязательно хранить в холодильнике бузина имеет очень специфический вкус и запах недаром она отпугивает мух грызунов то чтобы так информативно сок бузины хорошо лечит а я делала видео же про сок бузины то есть сироп это чистый сок бузины и сахар омолаживает организм поднимает иммунную систему также помогает при разных вирусных бактериальных заболеваниях инфекциях горло и носовых перегородках бузина считается еще колдовским деревом бузина считается колдовским деревом потому что говорят что в дереве обитают духи духи которые изгоняют болезни если человек злой сердце и душой то бузина может навредить так говорят я могу это подтвердить потому что бузина она разговорчивая всегда можете поговорить с деревом с бузиной начала работать не работать а приготовить бузину когда я с родителями приехала в болгарию я в болгарии прожила 11 лет собственно говоря поэтому у меня и акции потому что я овладела болгарским языком как русским но и с примесью немецкого языка такой мне своеобразный акцент дорезаем имбирь почему я добавляю имбирь это мой рецепт имбирь усиливает свойства бузины а также многие знают что имбирь сравнивается с женщине очень сильный корень омолаживает поднимает защитные свойства иммунной системы также благоприятно влияет на кишечник на желудок чистит кровь дает энергию изгоняет паразитов а также эфиры имбиря и полезные свойства которые содержит имбирь они никуда не деваются и очень хорошо такое варенье действует особенно когда вы простудились или у вас ломит суставы или просто вы перемерзли если вы придете с холода домой зимой и сделайте чай с добавлением такого варенья у вас через полчаса появятся силы маленьким детям особенно до 6 лет нужно очень осторожно давать бузину потому что хоть и варенье но это все таки сильная ягода и чтобы не навредить ребенку нужно быть аккуратным особенно встречается у многих людей аллергии так вот чтобы не навредить вашему ребенку будьте осторожны можете проконсультироваться с врачом потому что я не могу сейчас гарантировать что можно всем и всем подряд я знаю что детям с большой осторожностью нужно давать ягод в любом виде сироп или варенье в это варенье я добавлю тертый кардамон совсем немножко и куркуму так варенье начала уже разговаривать на кончике ножа кардамон и куркуму куркума кардамон иммуностимуляторы а также это придаст варенье необычный вкус усилить его свойства кардамон тоже отнюдь не такая надо специи эти использовать с толком и по чуть-чуть потому что кардамон больших дозах считается как мускатный орех ядовитым поэтому будьте осторожны и так 15 минут прошло очень важно проварить ягоды чтобы синильная кислота то есть яд он испаряется приготовьте пожалуйста тряпочку или уберите там светлые продукции от печки потому что когда варится бузина она брызгает у меня заляпал уже все добавляем сахар и оставляем еще прокипеть то есть доводим до кипения и и оставляем еще покипятить 5 минут после как вы покипятили 5 минут я сейчас приготовлю баночки ну и там уже каждая хозяйка знает что варенье разливается по чистым баночкам и закатывается вот в принципе и все до новых встреч и подписывайтесь на наш канал а также в описании вы найдете наши другие координаты на инстаграм по ссылке на инстаграм и вконтакте будем рады вам вашему присутствию на нашем канале я такой ритуальной практике нахожусь поэтому я говорю вот так монотонно потому что сам процесс бузиной он энергетически влияет на меня я просто растворяюсь и сливаюсь с этим процессом поэтому я не только варю варенье я варю зелье и каждый отвар у меня получается целебным с вами была марика алексей за кадром всего вам доброго пока пока алексей за кадром алексей за кадром